Сцепи силы души с добродетелями, и всякое стремление страстей отцепится от них. Стремление похоти обуздывай воздержанием, а стремление гнева духовной любовью. Безмолвное уединение и молитва – суть самое могущественное орудие добродетели, ибо они, очищая ум, делают его зрительным. Собеседование полезно только духовное. Всем же другим предпочтительнее безмолвие. Из пяти видов собеседования – три держи, четвертого не учищай, от пятого же воздержись. Безмолвие любит не имеющий пристрастия ни к чему мирскому. Всех же людей любит, кто не любит ничего человеческого. Учитель истины есть совесть, которой, слушающийся, пребывает непреткновен. Их только одних не обличает совесть, которой или достигли верха добродетели, или не спали в самую глубь зла. Совершенное бесстрастие порождает чистое помышление. А совершенное ведение ставит перед лицо непостижимого. Печалятся непохвальные печалью, не улучивши плотских путях. Презревший же их беспечален пребывает. Печаль вообще, если сечение – лишение желаемого удовольствия. Того ли, которое бывает по Богу, или того, которое бывает в духе мира. Царствие Божие – доброта и мудрость, коих улучивший жительствует на небесах. Окаянин человек – душе, тело, а Богу – мир, делами предпочетший. Равную ко всем любовь стяжал, кто преуспевающему в добре не завидует, а о неродящих о том жалеет. Начальствовать по надлежащему следовало бы тому, кто для души и тела положил законам требования добродетели. Добрый купец духовный есть, кто для будущего равно отрекся и от утех, и от прискорбности жизни сей. Душу укрепляет любовь и воздержание, а ум – дух, молитва чистая и созерцание духовное. Слушая слово полезное, не суди говорящего, чтобы не лишить себя души спасительной назидательности. Злое сердце злое помышляет, и исправности ближнего превращает в неисправности кривым истолкованием дел его. Не верь помыслу, осуждающему ближнего, потому что имеющий злое сокровище, злое и помышляет. Благое сердце и помышление износит благие, ибо по сокровищу его бывает и помышление у него. Блюди помыслы и бегай зла, чтобы не омрачился ум твой и не стал превратно видеть вещи. Помышляй об иудеях и огради себя от дел их. Они, будучи ослеплены завистью, Господа и Бога хульно признали, признавали, завели, зевула. Злая подозрительность помрачает ум и заставляет его непутное видеть путным. Близ всех добродетелей источаются и страсти. Почему люди страстные и перетолковывают добродетели страсти? 90. Если ум долго остается в утехе или печали, то скоро очень впадает в страсть уныния. Чистая совесть восторгает душу. Нечистый же помысл низвергает ее долг в преисподнюю. В движении приходя, страсти прогоняют тщеславие, а когда их прогонят, они опять возвращаются. 93. Если хочешь избавиться от всех вместе страстей, восприими воздержание, любовь и молитву. Ум, молитвенно пребывающий в Боге, и страстную часть души освобождает от страстей. Бог, дав бытие тварям, промышлением своим, объемлет их все вместе. Будучи владыкою всего, благоволил он соделаться рабом и тем показал высшую степень промышления своего отварьи. Бог слова, непреложно воплотившись, через плоть соединился со всею тварью. Дивное чудо на небе и на земле то, что Бог на земле и человек на небе. Чтоб, соединив человеков с ангелами, вместе и всей твари даровать обожение. Освящение и обожение ангелов и человеков есть познание святой и единосущной Троицы. Сто. Прощение грехов есть освобождение от страстей, от которых не избавившись от благодатью, еще не улучшил прощение. Сотня вторая. Коей окрастих следующий. Молись о мне, брат и честнейший, ибо я великий бед ожидаю достойно по делам моего произволения, печалей душевных и прискорбностей телесных. Третий том. Добротолюбие. 296 страница. Авву Фаласия. Хочешь ли за раз избавиться от страстей? Отрешись от матери страстей, самолюбия. Здравия душ, бесстрастия и ведения, и улучшить его невозможно тому, кто порабощен плотским сластям. Иссушает сластолюбие и телесное и душевное воздержание с терпением и любовь с великодушием. Началом порочных страстей для души служит самолюбие. Самолюбие же есть телолюбие или саможаление. Отличительная черта разумности есть подчинять себя уму и в то же время подчинять себе и порабощать тело. Укор для разумного подчиняться неразумному и промышлять только об удовлетворении срамных похотей. Для души разумной пагубно оставлять создавшего ее и раболепствовать телу. Тебе повелено тело иметь рабом, а не порабощать со сластями его противоестественно. Разорви узы содружества с телом и не даваясь всему рабу ничего, кроме крайне необходимого. Заключить чувство в крепость безмолвного уединения, чтобы они не увлекали ума к свойственным им похотям. Наисильнейшее оружие для безмолвствующего с терпением – суть воздержания, любовь, молитва и чтения. Ум не перестает кружиться по предметам плотских сластей, пока поработив себе плоть, не придастся созерцанием. О соблюдении заповедей подвизаемся, чтобы освободиться от страстей, а о хранении божественных догматов, чтобы сподобиться ведения безмятежия души от бесстрастия и ведения, и улучить его невозможно порабощенному плотским сластям. Порабощай тело, оттекая его сластолюбные пожелания, и избавишь его от тяжелого рабства их. Свободным создан и на свободу призван будущее, не позволяя себе раболепствовать нечистым страстям. Печалями и утехами, желаниями и страхами привязывают демоны ум к чувственному. Страх Божий удерживает похотение, а печаль по Богу отгоняет сластолюбие. Вожделение мудрости презирает страх, а сладость ведения прогоняет печаль. Писание содержит следующие четыре предмета – заповеди, догматы, угрозы и обетования. Останавливает похотение, воздержание и труд, а исцушает безмолвное уединение и божественная любовь. Не уязвляй брата загадочными и подозрительными словами, ибо и сам-то, если случится, не перенесешь подобного. Останавливает гнев великодушие и незлобие, а уничтожает его любовь и сострадание, исхождение. Кому дано ведение, дан свет умный, но кто, получив, обесчестит его, тот увидит тьму. Соблюдение заповедей рождает бесстрастие, бесстрастие же души блюдет ведение. Переведи чувственное на умное созерцание, и возведешь чувство выше чувственного. Чувственная, видимая жена, означает душу деятельную, которую, сочетаваясь ум, рождает добродетель. Исследование словес Божьих научает разуму Божию того, кто взыскивает этого истинно, благоговейно и ревностно. Что есть свет для зрящих и для зримого, то Бог для мыслящих и для мысленного. 30. Чувственная тверть означает тверть веры, на которой, подобно светилам, сияют все святые. Иерусалим есть наднебесный, ведение бесстелесного, ибо в нем созерцается ведение мира. Не неради о деятельной жизни, иначе умолится и ведение. И тогда, по причине наставшего через сто голода, пустишься в Египет. 31. Свобода духовная есть освобождение от страстей, чего никто не улучшает без благодати Христовой. 32. Земля обетованная есть царство небесное, которого достойными нас делают бесстрастие и ведение. 33. Египет духовный есть омрачение страстей, в которое никто не спускается, если прежде не подпадет голоду. 34. Наполняй ухо своими духовными словесами, и ум свой отдалишь от нечистых помыслов. 35. Благо премудр по естеству один Бог, но бывает таковым по причастии и ум, если поревнует о том. 36. Удерживай чрево, сон, гнев и язык, и не приткнешься камень ногою твоею. 37. Подвязайся полюбить одинаково всякого человека, и за раз отгонишь все страсти. 40. Зрение чувственного общего уму и чувству, ведение же умного, духовного, и есть принадлежность одного ума. 38. Невозможно уму заняться духовными предметами, если наперед не отсечет склонности к чувствам и чувственному. 39. Чувство естественно имеет пристрастие к чувственному, и, будучи развлекаемо им, развлекает и ум. 40. Отдай чувство на служение уму, и не давай ему времени развлекать его. 41. Когда случится уму заняться чувственным, предупреди развлечение его чувствами, возводя его к духовному разумению предлежащего. 42. Знак, что ум предался занятию духовными вещами, есть презрение всего услождающего чувства. 43. Ум, устремляясь к озерцанию духовных предметов, имеет от того неотступную сладость. 44. Когда ум обогатится ведением единого, тогда всеконечно порабощенным себе имеет и чувство. 45. Не давай уму своему кружиться по вещам чувственным, чтобы не набрался и свойственных им утех и печалей, которых ум всегда занят духовными предметами, утех и желательная часть души становится божественным оружием. 50. Невозможно уму преисполнить созидением, если прежде и желательная часть души не украсится свойственными ей добродетелями. 51. Ум, когда делается чуждым мира, тогда, когда совершенно отсечет всякое к чувственному чувство. 52. Отличительной чертой разумной части души должно служить упражнение в познании Бога, а желательной – любовь и воздержание. 53. Ум не может всегда занять быть чем-либо чувственным, если никакого к тому не имеется пристрастия. 54. Совершен ум тот, который преисполнен в ведении. Душа же совершенно та, которая в добродетелях утвердилась. 55. Склонность ума к чувственному делает его рабом телесных сластей. 56. Подвигается и ум с места ведения, когда желательная часть отодвигается от своих добродетелей. 56. Мы прияли власть быть чадами Божьими, но не бываемыми, если не совлечемся страстей. 57. Никто пусть не думает, что он действительно сделался чадом Божиим, если не стяжал еще в себе божеских черт. 57. Усвоение нравов, добрых или худых, делает сынами Бога или сатаны. 58. Мудр муж тот, кто внимает в себе и спешит очистить от всякой скверны. 58. Ожесточенная душа, и когда обечует ее, не чувствует, и к благодетелю никакого чувства восприять не может. 59. В нечистую облеченную одежду извергается из брачных чертогов божественных и делается причастником тьмы кромешной. 60. Боящийся Бога радеет о своей душе и от злой участи избавляет себя. 61. Невозможно улучить милость от Бога тому, кто, оставив Его раболепствует сладким сластям. 62. Иисус Христово есть слово, что никто не может двум господам работать, хотя мы не хотим верить тому. 63. Душа, осквернившаяся, ожесточается страстями, и без течений и прижиганий уверовать не способны. 64. А грубелым потребны страшные испытания, ибо без сильных болей они умягчиться не могут. 65. Разумный муж печется о душе своей, и посредством произвольных себя умучений избегает непроизвольных мук. 66. Попечение о душе, злострадание, подвиги самоумершления и смирения, ради коих Бог прощает все грехи. 70. Как похоть и гнев умножают грехи, так воздержание и смирение изглаждают их. 67. Печаль по Боге сокрушает сердце, ее же рождает страх адских мук. 68. Печаль по Боге очищает сердце и от нечистых сластей отдаляет его. 69. Терпение есть трудолюбие души, желание преутруждать душу. 69. Где же есть такое трудолюбие, там изгнано сластолюбие. 69. Всякий грех делается для сласти, всякое же прощение бывает ради злострадания и печали. 69. Непроизвольным болям промышлением Божьим подвергается тот, кто не берется совершить покаяние с болями произвольными. 70. Христос есть Спаситель всего мира, и Он даровал людям покаяние во спасение. 70. Покаяние порождает соблюдение заповедей, а заповедей соблюдение освещает душу. 71. Очищение души есть освобождение ее от страстей. 71. Освобождение же от страстей рождает любовь к Богу. 72. Душа – чистота, которая любит Бога, а Он – чистот, который освободился от неведения. 80. За заповеди Божии подвизайся даже до смерти, ибо очистившись через них, 71. Войдешь ты в жизнь. Пользуйся телом, как слугою заповедей, 71. Сколько возможно, сохраняя его несосолюбивым и безболезненным здоровым. 71. Восстание плоти бывает от нерадения о молитве, диете и безмолвии. 72. Доброе безмолвие добрых рождает чад, любовь, воздержание и молитву чистую. 73. Чтение и молитва очищают ум, любовь же и воздержание – желательную часть души. 74. Соблюдай всегда одинаковое воздержание, чтобы через неравность не впасть в противное ему. 75. Наложив на себя законы, не изменяй себе, статистически криво истолковывая их послом, 75. Ибо кто этим образом отводит себя от них, тот сам себя прельщает, сам себе дьявол. 76. Страстные души – суть мысленные запады, ибо в таковых и зашло солнце правды. 77. Сын и есть Божий тот, кто уподобился Богу в благости, в мудрости, силе и правде. 77. Болезнь души – злая склонность. Смерть же ее есть грех, делом совершенный. 77. Нестяжательность духовная – совершенное бесстрастие, при коем ум удаляется от всего здешнего. 78. Соблюдая все согласно добродетели душевные – все, потому что от этого рождается плод правды. 79. Созерцание мысленных предметов есть и говорят бестелесно, как совершенно чуждое вещество и вида. 79. Как четыре стихии не чужды вещества и вида, так не чужды их и составленные из них тела. 79. Слово, соделавшееся по человеколюбии плотью, ни того, чем было, не приложило, ни того, чем соделалось, не изменило. 80. Мы говорим о Боге, Сыне воплотившемся, как то, что Он есть из Божества и Человечества, и в Божестве и Человечестве, так и то, что Он есть из двух естеств и в двух естествах. 81. Одно лицо исповедуем во Христе при двух естествах, соединенных нераздельно. 81. Единое нераздельное лицо во Христе славим, и неслиянное единение двух естеств в Нем исповедуем. 81. Три ипостасному единому Божества и естеству поклоняемся, и единосущную Святую Троицу богословим. 89. Собственны каждой из трех ипостасей Отечества, Сыновства, Исхождения. 90. А общей трем ипостасием Существо, Естество, Божество, Благость. 91. А в Ифаласе сотня третьих коей окростих таков. 91. Злом, собственно, должно почитать не то, что тяготит плоть, а душу очищает, но то, что оскорбляет совесть, а плоть услаждает. 92. О том, кто благ по естеству, благо умствуй, и о всяком человеке доброе помышляй. 93. В день суда должны будем дать ответ перед Богом о словах, делах и помышлениях. 94. Навык к доброму или худому заставляет нас думать, говорить и делать доброе или худое. 94. Ум, одержимый страстями, помышляет неподобающее, а обнаруживаются же его мысли словами и делами. 95. Худой мысли предшествует страсть, страсти причина чувства, а худого употребления их причина явно есть ум. 96. Заключай чувства, поборай помыслы и оружием заповедей потребляй свои страсти. 97. Зло устаревшее и подвига требует продолжительного, ибо укоренившаяся привычка скоро не сдвигается с места. 97. Продолжительный подвиг воздержания любви, то и терпения и безмолвии потребляет надлежащую страсть. 98. Чаще воздвигай ум на молитве и разгонишь помыслы, вращающиеся в сердце. 99. Подвижничество требует терпения и мужества, потому что сластолюбие изгоняется не иначе, как долговременным и охотным самоутруждением. 99. Удобно совершишь подвиги подвижничества, если все будешь делать в меру и по правилу. 100. Держи всегда одинаковую меру в подвигах и без крайней нужды не нарушай положенного правила. 100. Как любовь и воздержание очищают помыслы, так созерцание и молитва – всякое возношение воздымающееся. 100. Совесть чистую соделывает труды подвижнические, именно пост, бдение, терпение, великодушие. 100. Кто благодушно претерпевает удары невольных искушений, тот делается смиренно мудрым, искусным, духовным и благонадежным. 100. Терпение стоит на душевном желании самоутверждения. Состоит же оно в подъятии произвольных трудов и невольных искушений. 100. Благодушное перенесение страшных напраслен рождает незлобие. Терпение же до конца искореняет из души все худое. 100. Удары тяжелых случайностей раздирают сердце, и порождаемое тем печаль прогоняет кластолюбие. 100. Есть четыре страсти главнейших, из которых одной против другой премудро пользуется провидение. 100. Ибо кластолюбие уничтожается наведением печали, а похоть увянуть, понуждает страх адских мук. 100. Ум благоразумной душу научает духовным деланием, а тело приучает ко всякому телесному подвигу. 22. Ревнуем показать монахам не внешнего только человека, но и внутреннего через защищение их от страстей. 23. Первое отречение есть освобождение от вещей имущества. 24. Второе и третье есть освобождение от страстей и неведения. 25. Кто захочет, удобно отрешится от вещей, но немалый потребен труд для отрешения от пристрастия к ним, 26. Держащий в руках похоть и с гневом управиться, ибо в той причина раздражения гнева. 26. Что же, очистились ли мы от страстных помыслов и вкусили ли вследствие того чистой и невещественной молитвы, или еще нет? 27. Ум велик, если он освободился от страстей, отрешился от всего тварного и в Боге пребывает. 28. Преуспевающий любомудрствует о следующих трех предметах – об исполнении заповедей, опознании догматов и о вере во Святую Троицу. 29. Ум, освободившийся от страстей, вот в чем вращается – в тонких помышлениях, в созерцании тварей и в вечном свете. 30. В душах наших скрываются худейшие страсти. Явными же они делаются, когда обличатся дела их. 31. Бывает, что ум невозмущенным себя имеет, и малость некую улучив без страсти, но остается неискусным по причине отсутствия вещей или предметов для деятельного упражнения. 31. Страсти приходят в движение от следующих трех вещей – от воспоминания о предметах их, от довольства и покоя плоти, и от чувств, как сказано. 32. Ум чувствами, добре правящий и плоть в порядке установивший, а одну только имеет брань – брань с памятью. 33. Через чувства тогда приходят в движение страсти, когда нет воздержания и любви духовной. 34. Умеренный пост, бдение и псалмопение обыкновенно упорядочивают устроение тела. 35. Следующие три вещи явно изменяют на худшее устроение тела – беспорядочность диеты, изменение воздухов и прирожение бесов. 36. Страстное памятование умоляется следующим – молитвою, чтением, воздержанием и любовью. 37. Прежде чувством заключи безмолвием и потом поборай воспоминания оружиями добродетелей. 38. Грех мысленный есть употребление на зло помыслов, а грех деятельный есть употребление на зло вещей. 40. Помыслами и вещами злоупотребление есть нечестивое и неправедное обоих их употребление на зло. 41. Предосудительные страсти – суть узы, держащие ум в чувственности. 41. Тот имеет совершенное бесстрастие, у кого нет пристрастия ни к делам и вещам, ни к воспоминанию о них. 42. Душа благая благотворит ближнему, и если встретит неблагодарность, великодушной является к нему, и терпеливо сносит, если кто постраждет от него. 43. Помыслы злые суть сущие зло, и не очистившиеся от них не научатся истинному ведению. 44. Слушающий Христа света водит в себя, и подражающий ему исправляет себя. 45. Злопамятство есть проказа души, случается же она по поводу или бесчестий, или потерь, или подозрительных помыслов. 46. Господь ослепляет ум завистливого за то, что он неправедно печалится о благах ближнего. 47. Душа оклеветливая имеет трехлезвийный язык, ибо уязвляет и себя, и слышащего, а бывает, что и оклеветаемого. 48. Незлобив, кто искренне молится об оскорбившем, и избавляется от злопамятства, кто не щадит даров ему. 50. Ненависть к ближнему есть смерть души. 51. И вот что имеет, и что причиняет себе душа клеветника. 52. Разлинение от вознерадения души. Не родит же душа славстолюбием болящая. 53. Любящий Господа Иисуса предается трудам подвижническим. 54. Постоянство же в этих трудах прогоняет леность. 55. Душа крепнет от подвижнических трудов, и, делая все в меру, отгоняет леность. 56. Властвующий над сревом иссушает похоть, и блудным помыслом нераболепствует ум его. 57. Ум воздержанного храм есть святого духа, а ум чревоугодника жилища воронов. 58. Пресыщение рождает похотение разных яст, а голодание сладким делает и один хлеб. 59. Избавляется от зависти, скрытно сорадующуюся тому, кому завидует, и избавляет от зависти, укрывающий то, чему завидовать можно. 59. Удаляющийся от живущего нерадива, удаляйся, хотя имя его велико у многих. 60. Возимей другом мужа трудолюбивого, и найдешь в нем покров своих погрешений. 60. Нерадивый продал себя многим господам. 61. И как они ведут его, так он и живет. 61. Нерадение, как друг, благоволит к тебе во время мира, а во время искушения, как враг, восстает на тебя. 62. Душу свою полагает оно за тебя, прежде восстания страстей. 63. А когда восстанут, твою душу берет тебе. 64. Земля заброшенная зарастает терниями, а душа нерадивая наполняется страстями нечистыми. 65. Ум разумный, обуздывает душу свою, измождает тело и порабощает в себе страсти. 66. Видимое движение – суть указаний невидимых внутренних. 67. Как приносимые плоды указывают, какое дерево приносит их. 68. Слова и дела обличают лицемера, как они же обнаруживают искрытного лжепророка. 69. Ум, обезумевший, не обучает души своей и удаляет ее от любви и воздержания. 69. Причиной непотребных помыслов бывает худой нрав, поддерживаемый тщеславием, гордостью и надмением. 70. Обладаемому указанными страстями свойственны лицемерие и лукавство, равно как злохитрость, насмешливость и непотребнейшая ложь. 70. Такие лица разумевшие не обучают души своей и удаляют ее от любви и воздержания. 71. Оболепствуют также завистью и рвению, гневу и ярости, печали и злопамятству. 71. Таков путь живущих в нерадении, таковы сокровища, сокрытые во мне. 72. Злострадания, строгие подвиги телесные и смирение спасают душу, и от указанных выше страстей избавляют ее. 72. Разумного ума признак, слово полезное. Доброй же души признак. 73. Дело доброе. Ум просвещенный износит мудрые слова, а душа чистая возделывает божественные помыслы. 74. Помыслы ревностного получаются при мудрости, и слова его просвещают слышащих. 75. Когда в душу заложено доброе расположение, тогда она возделывает благие помыслы. 76. А когда в ней заложены худые склонности, тогда она порождает помыслы, непотребные. 76. Страстная душа есть детилище, мастерская худых помышлений, и из сокровищницы своей износит она худое. 77. Благое сокровище – добродетельный навык, и ум благий износит из него благое. 77. Ум, божественной любовью движимый, возделывает благие обоги мысли, движимый же самолюбием порождает противное тому. 80. Ум, движимый любовью к ближему, непрестанно доброе о нем помышляет, движимый же противным тому предполагает в нем худое. 80. Благих помышлений причина – добродетели, добродетели и заповеди, а их исполнение – произволение благое. Продолжение следует...